Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюме и Катюне. Все просто. Хотя далеко-далеко не просто. Особенно сейчас. Я думала еще сделать обзор на прошлый видос, да, с мясом и с картохой, соусом, короче, но передумала. Я решила посмотреть новый видеоролик. Думаю, все я не пересмотрю. Тем более, ну, что у них там смотреть? Сегодня выступает у нас Алюня одна. Калюня на работе. Ну, это со слов Алюни на работе. А так, кто знает, кто знает, где он находится в момент, когда кубанка снимает ролик. Значит, кричит она там, весна веснющая. Говорит, я даже не знаю, как еще можно сказать. Алюня, ну, ты всегда что-нибудь, да, намудришь. Правда, потом она где-то на минуте десятой уже боялась даже что-либо говорить, потому что понимала, что ляпнет не в попад, и обязательно ей напишут. В общем, наша ценительница красоты уже заметила. Мушек, улиток, да, умеет она ценить красоту. И даже, коснусь прошлого видеоролика, связывать это напрямую с сожалением там, где потери. Да, в доме плача. Она может перескакивать и на сожаление, да, по усопшему, и тут же намудрить с природой. В общем, от нее можно ожидать что угодно. И вы знаете, с самого начала видеоролика Алюню прорвало. Кто? Оказывается, у них в семье неприятности. И неприятности касаются старшего поколения. Ну, а виноваты кто? Как думаете? Конечно же, мы. Хотя она напрямую не говорит, нет. Но обещает, что она расскажет все. Но, да, говорит, что есть люди, которые перешли все границы, да, и что пишут всякое такое, да. А что, интересно, мы пишем, какие мы границы перешли. Вообще-то мы пишем у себя, но никак не у Алены. А она там тысячу раз говорила, что всякие там оскорбления, да, и выставление диагнозов она будет блокировать. Ну, мы видим, как она блокирует. Все подчистую сметает. Ну, и, значит, ребят, что я думаю? Я думаю, что там неприятности таки есть. Я думаю, что, скорее всего, что Колина сестра подняла скандал и рассказала все родителям. А что рассказала? Ну, естественно, про бензин. Ну, первое, родители интернет не смотрят, да. Мы с вами видели, сколько раз нам Кубанка показывала родителей Коли, и там уже понятно, что они не смотрят интернет, они не смотрят канал, они даже, по сути, и не понимают, да, что там кто-то может писать, что там кто-то их может смотреть со всего мира. Ну, какой им Ютуб? Скорее всего, ребят, разгорелся скандал с Андрюхой, а он же Колюниным родителям, как ни крути, внук родной. И, видать, маме стало плохо. И наша Кубанка бухтит. Все виноваты, но только не она. Только не она и не Колин племянник. Никто не виноват, абсолютно никто не виноват, что в семье вот такие вот большие изменения и неприятности. Я не знаю, что там происходит, но понимаю, что это из-за бензина. Интересно, а с какого такого перепугу виноваты вдруг какие-то люди, которые там что-то пишут? С какого такого перепугу? А ничего, что самый главный виновник и есть Андрюшенька, который сливал бензин и родственникам, да, и родственникам продавал подешевле. Явно, за бесплатно он не отдавал, но по блату, как Алюня сказала. Алюня разнесла это на весь белый свет. И кто, интересно, в этом виноват, что у этой ничего не держится, никакие тайны она хранить не может, все она разносит на весь белый свет, даже вот такие вот вещи, которые, ну как можно такое даже снимать? Да, говорит Андрюшка, на выходном, да, бензинчик тут нам по блату, и кто-то в этом виноват. Племянник, значит, Калюни ворует, да, сливает в бак Калюниной машины и по дешевке ему продает, а виновата Вишенка и ее подписчики. Как всегда, есть на кого свалить. Ну что, Алюня, так где и у кого доброта? Учит всех быть добрее. А у тебя-то где доброта? Что ты доброго своим родственникам сделала? Полину и ее маму выполоскала, да сколько раз выполоскала. Про всю Калюнину родню мы уже все знаем, и даже такие моменты. Она даже это все вынесла на показ. Вот вам и вся добрая кубанка. Ну, виноватый, как всегда, виновата Вишневая команда. Что здесь скажешь? Не знаю, расскажет она или не расскажет. Ну, посмотрим, ребят. А дальше она заявила, что Семен пришел и повела в кухню своих подписчиков и зрителей, чтобы показать очередное варево. Целую огроменную курицу запихнула в кастрюлю и поставила варить, якобы домашнюю. Ну и заявила, что воду она не сливает первую. Вот она пеночку только будет собирать, и все. Говорит, что могут они себе позволить не сливать воду. То есть еще можно в себя закидывать всякую гадость, всякую вредность, да, пофигу, что есть. Ну, в принципе, чего удивляться, мы и так с вами видим, что залетает все нехило в животы и Алюни, и Калюни. Все ненастоящее, все химическое, масло там какое-то по 400 рублей, по такой же цене сыр, конфеты полостилиновые, да что угодно. Ну что, они могут себе позволить. Да позволялась уже кубанка, что, вы понимаете, мне кажется, что она еще больше стала, и у нее уже живот мешает, везде она им упирается. Это как же не любить себя, чтобы вот так вот не думать о своем внешнем виде. Ну, ладно, внешний вид – это ладно, да, но чтобы не задумываться о своем здоровье. Кстати, то ли это у них новый гаджет, так показывает, то ли Алюня и правда очень сильно растолстела, лицо у нее просто огроменное, все какое-то отекшее, опухшее, и под глазами ужасные мешки. Ну, мешки могут быть еще и от слез. Хотя, вы знаете, мне кажется, Алюня не из тех людей, кто плачет. Ну, почему-то я так думаю. Ну, и после курицы пошла она во двор шаманить с землей и семенами. И во весь экран при этом показывала свой живот и какие-то страшные растянутые штаны. И все. И дальше не надо никого оскорблять. Будьте добрее, и это к вам вернется. Алюня, ты вспоминай это для себя. Будь добрее, и доброта к тебе вернется. Пока ты ничего доброго даже своей семье и к Алюниной семье не принесла. Только одни сплошные проблемы. Кстати, по поводу Калюни, я не уверена, что он на работе. Он может быть также не на работе, а находиться у своих родителей. Но раз там проблемы у старшего поколения, и понятно, из-за кого. Опять же, из-за Алюни, да? Которую изначально тоже не пустили на порог к Полине и Ване. Сейчас, видимо, уже не пустят на порог к Олиным родителям и к Алюниной сестре. Ну, а с племянником подавно встречаться не будут. Но вы знаете, ведь этот же племянник и сам видел. Он же прекрасно сам видел, что Алюня его снимает. Он прекрасно знал, что у неё канал. Он прекрасно, возможно, видел, что она это всё выкладывает. Я не думаю, что они не в курсе всего, что происходит у этой кубанской парочки. Поэтому, знаете, тут обои-рябои. И тот видел, и пофигу было. И кубанка разнесла на весь белый свет. Ну, а мы, как всегда, остались крайними. Ну, в общем, шаманила-шаманила она там с цветами. Больше ничего нового и интересного нам не показала. И заявила, что Семён вернулся домой на побывку. И приказала всем себя переделывать. И попрощалась. Так и хочется сказать, Алюня, в первую очередь тебе нужно переделывать себя. И переделывать не то, чтобы переделывать, а показывать, какая ты есть, а не пытаться выставить себя идеалом Вселенной. Потому что не получается у тебя и не получится. Чем больше ты пытаешься это сделать, тем глупее выглядишь. И только во вред своим близким. В общем, ребят, буду я заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.